Объявив мобилизацию, Путин нанес сокрушительный удар по экономике, демографии, потребительской способности и целостности собственного государства. В этом уверены эксперты. Бросив в бой последний ресурс, он оголил собственную страну, оставив многие регионы без мужского населения трудоспособного возраста. Это может стать одним из шагов на встречу падению кремлевского режима. О том, какой будет Россия в постпутинскую эпоху, узнавала Лариса Зубенко. Какой будет Россия после Путина? Ответ на этот вопрос уже не первый год ищут российские оппозиционеры. Маховик репрессий в Федерации был запущен задолго до полномасштабного вторжения в Украину. Развязанная Путиным война, по их словам, лишь ускорит процесс падения Кремля. Украина держит победу и оккупирует свою территорию. Это приводит к коллапсу путинского режима. И в этот момент демократические силы, которые сейчас в большинстве своем находятся за рубежом или сидят в тюрьмах, кто-то, к сожалению, расстался с жизнью, мы все-таки пытаемся быстренько удержать Россию от коллапса, сформировать переходное правительство и начать срочно подготовку выборов для того, чтобы провести конституционную реформу и сделать демократические изменения в России, демократические реформы необратимыми. При этом обязательно должна быть демилитаризация России, чтобы избежать повтора агрессии. Ведь война в Украине не первый развязанный Федерацией военный конфликт на территории другого государства. России нужно будет довольно много, я думаю, десятилетия времени для того, чтобы вернуться к нормальной цивилизованной жизни. Потому что тот страх, который там сейчас есть, тот уровень развития, который сейчас демонстрирует Россия, он абсолютно не подходит для того, чтобы конкурировать или жить вместе с другими развитыми странами. В пример приведу послевоенную Германию, где на протяжении нескольких лет после поражения Германии в Второй мировой войне не проходили никакие выборы. В первую очередь из-за того, что люди были зазомбированы. Это, по словам экспертов, положительный сценарий. Однако на фоне объявленной Путины мобилизации возможен и другой. Недовольство в регионах, особенно тех, в которых остается все меньше мужчин трудоспособного возраста, нарастает. Политологи предполагают, может разгореться гражданская война, а отдельные области в итоге образуют новые государства. Война в нашей стране запустила ряд процессов, которые будут беспокоить Россию еще много-много лет. И речь здесь, в первую очередь, об этнических конфликтах внутри России. И мы видим сегодня по тем протестам, которые проходят в Дагестане, то, что жители этих республик или краев российских, они просто не понимают, за что они воюют, и зачем им надо подчинение Москве. Я думаю, что пока удается эти митинги, протесты минимизировать только за счет того, что есть сильный военный и милицейский аппарат, да, и ресурс Путина. И личный страх Путина, он еще играет некую роль. Однако все сценарии может уничтожить решение кремлевского диктатора о применении ядерного оружия. Ведь ответный удар в сторону Москвы не заставит себя ждать, обещают союзники Украины. Россия должна существовать после Путина. Это первое. Потому что мы сейчас с вами видим, начинается ядерный шантаж. Если, не дай бог, этот ядерный шантаж окажется неблепом, то может получиться так, что нам не о чем с вами будет рассуждать. В никаком будущем. То есть, может оказаться так, что будущего России вообще может и не быть. Я, конечно, надеюсь, что этого не произойдет. Что соответствующие меры будут приняты, соответствующие действия произведены. История России существует тогда, когда нет ядерного апокалипсиса. Если ядерный апокалипсис, история России, наверное, заканчивается. Лариса Зубенко для телеканала Freedom. Эту тему мы будем детальнее обсуждать уже с экспертом. К нам присоединяется Андерс Аслунд, шведский экономист, дипломат, старший научный сотрудник, Atlantic Council. Андерс, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Андерс, мы тему будущего России уже некогда обсуждали в нашем эфире, но тогда была немного другая ситуация. И вот звучало мнение о том, что россиян же действительно очень активно накачивают этой пропагандой, злобой и против украинцев, и против всего мира. Им же очень активно насаживается, что это мир против нас, а не мы воюем против всех демократических стран, до которых мы можем просто достать в ближайшее время. Но сейчас, после объявления мобилизации, мы увидели, что все-таки россияне начинают критично мыслить. Некоторые понимают, что не хотелось бы погибать в войне, смысла которой они абсолютно не понимают. И вот мне кажется, что объявление этой мобилизации, частичной по факту, самой обычной мобилизации, несколько иначе определяет будущее России после Путина. Потому что оставляет еще дополнительный след, осадок и еще, наверное, что-то дает понять россиянам. Вот как вы считаете, в свете последних событий, каким может быть будущее России после Путина? Да, но первое, я думаю, что Путин кончится. И что мобилизация значит, что он кончится раньше, чем можно было бы ожидать без мобилизации. И Алексей Левинсон от Центра Левада давно сказал, что российские населения – это приблизительно три трети. Одна треть европейские либералы, одна треть путинские экстремисты, одна треть аполитические люди. И мне кажется, что мобилизация сейчас двигала аполитическую треть в середине, что они говорят – нет, это не наш социальный контракт. Маша Липман, которому мне очень нравится среди российских либеральных аналитиков, писал об этом, что Путин сейчас сломал свой социальный контракт с россиянами. Я думаю, что это значит, что режим сломается и обсуждается, кто будет после Путина. Это не будет никто после Путина, это будет развал системы, приблизительно как в августе 91-го года. Это что я ожидаю. Подтверждение ваших слов. Есть еще одно мнение, что шанс на будущее у России есть только в случае полного краха нынешней системы. Такое мнение, в частности, выразил российский политолог, проживающий в Чехии, Александр Морозов. Давайте послушаем его мнение и продолжим. Не позавидуешь тем, кто захочет взять на себя ответственности за то, чтобы вывести страну из-под обрушения всего постсоветского 30-летия, которое завершилось библейским беззаконием, полным обнулением права и ответственности, насилием, уничтоженными городами. Надежда сегодня носит неполитический и неорганизационный характер. Ее можно связать теперь только с одним. Чем масштабнее катастрофа, тем больше шансы, что она пробудет масштабные встречные оживляющие силы. Александр Морозов, российский политолог. И давайте напомним, наверное, что главная тема, которая поднимается параллельно с деимпериализацией или с крахом нынешней системы, это тема ядерного оружия, которая есть в разных регионах России, кому же оно достанется и кто сможет этим воспользоваться и каким образом. И возможно ли, что вновь созданное государство на республике, государство на территории современной Российской Федерации захотят избавиться добровольно от этого самого ядерного оружия? Ну, я думаю, что ядерное оружие это в самом деле не особенная угроза, потому что ядерное оружие невозможно использовать. Кто использует ядерное оружие, проиграет. И надо помнить о том, что в 91-м году американцы очень много думали об ядерном оружии. Я думаю, что это была ошибка. Они занимались неправильными вопросами. Надо было заниматься реформами политической, юридической, не только экономической реформой, чем я тогда занимался. И Госдепартамент особенно только думал о том, чтобы нет ядерного оружия в Украине, в Белоруссии, в Казахстане. Была бы эта опасность? Нет. Надо сосредоточиться на систему или на ядерное оружие. Это мой взгляд. И о том, что вы тоже сказали. Егор Гайдар писал книгу «Развал империи». Это было о Советском Союзе. Но в самом деле это было о Путине. Что Гайдар там писал, это что если Россия снова начинает империализмом, тогда Российская Федерация развалится. Я думаю, что это, что мы видим сейчас, Путин больше всего посылает этнические меньшинства, чтобы они умирают в Украине. Конечно, у них будет реакция, как мы уже видели, немножко чуващие, что мы очень видели в Дагастане. Я думаю, что путинская политика развалит Россию. Может быть, не совсем. Но что разные части России сейчас хотят уйти. Как в начале прибалтийские страны Советского Союза, а потом тоже другие. Коротко, Путин развалит Россию. И ядерное оружие ему не помогает. И точно не спасет. А если рассматривать это же самое ядерное оружие, как просто, ну скажем так, последнее слово, все равно будет за мной. Потому что ведь и анализируют объявление этой мобилизации, угрозы о ядерном оружии, как признак того, что Путин осознает, что не справляется с Украиной. И это вот такая, как будто бы его последняя надежда на последнее слово. Едва ли он это рассматривает, как тот выигрыш, который он изначально запланировал здесь, на территории Украины. Но вместе с тем, это вот такой момент, когда Путин, да, проявляет свою слабость. Но, возможно, для него важно именно это последнее слово. Ну, я думаю, что Путин 21 сентября в своем обращении Российской Федерации нам достаточно точно сказал, что он не справится. Мне это было удивительно, что он первый раз, насколько я помню, обсуждал суверенность России и национальная целостность, территориальная целостность России. Это совсем новое. Это не о том, что мы великая Россия, мы будем взять Украину. Но нет, сейчас это мы в опасности, потому что мы, это значит, я, Путин, настолько слабый, что я не разбираюсь. И я вижу сейчас западные аналитики, которые пишут о том, почему Путин это все делает. Взрывает Нордстрим 1 и 2 при Балтийском море, организует эти безумные референдумы и всякие сейчас пробуют делать особую мобилизацию. Но из-за того, что он хочет иметь переговоры с Западом, он надеется, что Запад говорит, это значит Германия и Франция, вам не надо больше воевать с Украиной, мы вас спасем через переговоры. Конечно, украинцы, как вы хорошо знаете, это не хотят. И они не соглашаются с тем, но это, что Путин пробует из-за того, что он очень слабо разбирается практически во всем, потому что он не может воспринимать никакой точной информации из-за того, что он врет все время и хочет, что его люди ему врут все время. Тогда никогда не разбираешься. И давайте также озвучу еще одну цитату. Для начала информация о российской экономике. В результате войны против Украины жестких санкций Запада отброшено более чем на 10 лет назад. Преемники Путина будут делать все возможное, чтобы вытащить страну из пропасти, в которой ее загонит война против Украины. Первыми шагами новой власти станут поиски вариантов ослабления санкций. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников. Ну, собственно, я его уже и процитировал, поэтому давайте продолжим без прямой цитаты. Если продолжать ту мысль, которую озвучила Каролина, что, ну, вот есть аргумент ядерное оружие, поэтому целостность Российской Федерации, например, может остаться. Но приходят новые, допустим, даже постпутинские или пропутинские некие менеджеры в управление, и дальше развал самой Федерации и отказ от оружия может как раз являться предметом для торга, потому что экономическая ситуация в стране будет такая, что, ну, элементарно нечего будет людям есть. Я уже не говорю про высокие технологии. Ну, конечно, вы правы в том, что надо в своем месте, на столе сейчас очень заметно, что США, госдепартамент сейчас объявил всем американцам, но надо уехать из России как быстрее, как только возможно. Что это значит? Это может иметь много значений. Например, что США сейчас может бомбить в России, если Россия кое-что делает, что неприемлемо. Что США откроют дорогу совсем новой политикой и новым методом. И мы все слышали, как Дейк Салливан, советник по национальной безопасности, сказал, что мы готовы на все. Также вот интересное мнение от журналистов расследования издания The Insider. Они считают, что любое постпутинское правительство, даже то, которое состоит из экс-путинцев, в целом будет настроено на переговоры и выход из этой войны. Об этом, напомню, идет третья статья издания журналистских расследований Insider. Давайте послушаем и продолжим. Хотя бы для того, чтобы попытаться вернуть замороженные за границей активы, ликвидировать или существенно сократить западные черные списки и вернуть сладкие времена выгодного сотрудничества с транснациональными корпорациями. В отличие от Германии 1945 года, Россию никто не оккупирует и она не будет лежать в руинах. Ситуация, скорее, кажется в чем-то сходной с положением дел в Сербии в 2000 году после нападения Слободана Милошевича. Тогда часть политического класса убрала с авансены наиболее одиозных представителей прежнего режима и даже выдала самого Милошевича Международному суду в Гааге. Из статьи издания журналистских расследований The Insider. Я хочу вернуться к тому, с чего мы начинали. А с людьми-то они что будут делать? Потому что ведь действительно приучали людей к тому, что все вокруг враги, что нужно воевать, что нужно своего добиваться и что для России важна исключительно победа и что Россия там войны заканчивает, они начинают. Очень много было месседжей, можем повторить. Вот это вот все очень в стиле Российской Федерации. Ведь для огромного населения Российской Федерации это же будет крах, это действительно будет и физическое, и психологическое поражение. Что делать вот с таким разочарованным населением будут? Ну, это россиянам надо решить. Я думаю, что будет ситуация, когда власть лежит на улице. И тогда это зависит от тех, которые берут власть в свои руки. Это похоже было в 1991 году. Я много тогда был в Москве и тоже в Киеве. И тогда действительно было чувство всякой возможной. Я думаю, что будет такая ситуация. Но я не верю, что это будет, как и Сербия после Милошевича, потому что Милошевич имел намного больше авторитет в Сербии, чем Путин сегодня в России. И намного больше либеральной оппозиции в умах России. Не в акциях, но как люди думают. И его сильная треть, это недостаточно. И это, скажем, не самые умные россияне, которые поддерживают Путина сейчас. Что я ожидаю полный крах системы Путина и тоже его окружения. И короткое уточнение. Скажите, по вашему мнению, состоится ли действительно международный специальный трибунал в отношении Путина и его окружения, которое допустило всю эту ситуацию? Да. Меня, например, этот ответ очень устраивает. Да, но как его реально привлечь? Потому что, опять же, это очень большая тема, но один аргумент у Путина. А у меня ядерное оружие. Делайте, что хотите. Как его тогда привлечь к ответственности? Ну, первое, мы это обсуждали, когда был в Киеве, на ЕС, джалтинский европейский форум, три недели тому назад. И там был отличный старый профессор из Лондона, сэр Джеффри Райс, который занимался именно Милошевичем в Гаге. И что он предложил, это что любая группа стран могут устроить такой суд. Он упомянул, что в Нюрнберге там было только четыре страны, которые устроили этот суд. Это может быть 20 западных стран, это может быть 30 стран, это может быть общая ассамблея ООН, которая об этом решает. Это не важно. Важно, что это делается. И потом, конечно, приглашают их. И как мы видели, например, в Югославии, это что один после другого они арестовали, когда они уехали за рубежом. Вероятно, они арестуют всех сразу. И, конечно, они не сами хотят. Но вы видите сейчас, как США найдут всякие люди, как Виктора Бута в Таиланде. И они арестуют по всяким местам. Или Дмитрия Ферритовича в Вене. Конечно, ему удалось там остаться. Но американские руки очень длинные. Спасибо за то, что вы присоединились, Андерс, к нашему эфиру. За ваши очень интересные комментарии и размышления. До скорых встреч в наших следующих эфирах. Напомню нашим зрителям, что с нами на связи был Андерс Асланд, шведский экономист, дипломат и старший научный сотрудник Atlantic Council. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!